Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книга Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим девятую главу. Отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силою, кто восстал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнает их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростреляет небеса и ходит по высотам моря. Сотворил ас, кисель и хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое, чудесное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? То есть все вот эти 12 стихов и первая часть этой главы. Мы видим, что Иов отвечает на обвинения Вилдада, которые звучали по отношению к нему в 8 главе. И говорит о том, что Бог, он правосуден и что он справедлив. Здесь Иов говорит о промысле Божьем. Так и говорит, возьмет ли кто, возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь. Потому что Бог сам властен что-то делать и что-то не делать. Вопрос о справедливости Божьей. Действительно вопрос достаточно важный для рассмотрения. Например, владыка Иоанн Шаховской говорит так по этому поводу, что говорит Библия о справедливости. И он ссылается в своем труде «Апокалипс мелкого греха» в своей книге на книгу Иова. И говорит так. Книга Иова говорит о Иове с похвалой. «Был человек, тот непорочен, справедлив», так как начинается книга Иова, 1 глава, 1 стих. «Из этого следует, что если мы не ощущаем божественной справедливости в отношении себя, то совесть наша, значит, остается от времени и отстает от времени и от истины Божьей». Конец цитаты. То есть владыка Иоанн хочет сказать то, что если мы действительно не видим во всем промысла Божия, то мы далеко отстаем от Бога и совесть наша, и сами мы от истины Божьей. Далее он продолжает интереснейшая его книга, которую я перечитывал уже не первый раз, «Апокалипс мелкого греха». Он пишет. «Недавно один молодой человек рассказал мне о случившемся с ним неприятности. В связи с ограблением бензоколонки он случайно находился в близости этого места и был задержан. Пока выяснялись обстоятельства этого дела, он провел некоторое время в заключении. Меня удивила и порадовала реакция этого человека на такое событие, которое было несправедливо в отношении его». Представляете, человек стоит на бензоколонке, ее грабят, и вдруг тут его хватают, в общем-то, полицейские, отправляют в полицейский участок. Но он сказал, попав в эту историю, то есть человек, когда владык с ним разговаривал, сказал, что попав в эту историю, я стал размышлять о случившемся и пришел к заключению, что в этом происшествии была своя нравственная закономерность, и я увидел в нем высшую справедливость. «Дело в том, что я совершил однажды аморальный поступок, и он мне сошел с рук, и я должен был претерпеть какое-то страдание сейчас. Это справедливо». И когда владыка услышал этот рассказ от этого молодого человека, казалось, простая ситуация непростая, человек пострадал несправедливо, и владыка сделал такое заключение. «Я удивился такому нравственно-чистому религиозному проникновению в суть жизни этого молодого человека. Такова истинная вера в Бога», — подумал я. Конец цитаты. То есть, действительно, нам кажется, что, как и Иов многострадальный, он взывает к Богу, и людям, которые его обвиняют, тот же Вилдат, ему кажется, что он страдает за свои беззакония, но мы знаем, по какой причине посланы страдания Иова. Он страдает по промыслу Божию, потому что Господь укрепляет в нем веру. Поэтому страдания иногда подсылаются не всегда за наказание, как здесь мы читаем в истории о Иове многострадальном. Преподобный Максим Исповедник пишет об этом в своем удивительном труде «Три вида справедливости» или «Справедливость и суд». Вот что он пишет, преподобный Максим Исповедник, цитата. «Дело в том, что Господь замыслил совершить наше спасение посредством противоположностей. Даровать нам жизнь через смерть, славу через бесчестие. Так вот, Господь, желая показать, что человеческое рассуждение в данном случае не способно понять божественный промысел, ответил Петру. Помните, когда апостол Петр подошел ко Христу, он сказал «Отойди от меня, сатана», или «Как там, следуй за мной противник» в другом переводе. «Иди позади меня», Евангелие от Матфея, 16.23. Это означало «следуй моему замыслу и не пытайся понять его через человеческую справедливость». Конец статы. Очень интереснейшее замечание здесь преподобного Максима Исповедника. Он говорит последнего слова «следуй моему замыслу», говорит Господь апостолу Петру, «следуй за мной». «Следуй моему замыслу и не пытайся понять его и, внимание, через человеческую справедливость». «Мои пути не ваши пути», «Мои мысли не ваши мысли», говорит Господь. Между прочим, русский религиозный философ Иван Ильин размышляет по этому поводу следующим образом. Его произведение «Поющее сердце» или книга «Тайных созерцаний». Вот что он пишет. Он пишет о справедливости и несправедливости человеческой, о равенстве и неравенстве. Он жил в ту эпоху, когда провозглашался этот тезис «Свобода, равенство и братство», то есть «отнимать и делить», которому научились очень тогда ловко. Вот что он писал. «На самом деле люди неравны. От природы не одинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От различных родителей, рожденные разные по крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами, люди творят неодинаковое и созидают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы. Все они различного ума, различной доброты, нисходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы мы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше. Есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди не равны от природы, не равны по своей силе и способности, не равны по своему социальному положению. И что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми. Напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей. Итак, заключает Иван Ильин. Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь, что дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобается нисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобает почесть, на которой герой не должен претендовать. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. Конец цитаты. Так он заключает свое повествование в этой удивительной книге, которая «Поющее сердце», книга «Тихосозерцание. Рассуждение о справедливости и несправедливости». Если он говорит уже и есть, и надо рассуждать о человеческой справедливости с точки зрения человеческой, то подобает это делать так. Не надо всех уравнивать и всех чесать под один гребешок, всем давать равные стандарты. И, по-моему, очень обоснованно. Если говорить о премудрости Божией, здесь все совсем иначе. Господь Сам знает, кому и как, в какое время и сколько должно воздать или отнять. Паисий Святогорец. Да, его книга «Духовная борьба», том 3 о справедливости и несправедливости, тоже рассуждает следующим образом о справедливости Божией. Если Иван Ильин говорил о справедливости человеческой, кому подобают какие воздаяния, то Паисий Преподобный говорит о справедливости и несправедливости Божией. Вот и вот цитата. «Все мы находимся в руках Божьих. Бог наблюдает за ними и видит дополнительно все. Ему открыто сердце каждого. Он не будет к нам несправедлив, поскольку есть божественная справедливость, божественное воздаяние, и что важнее всего, поскольку Бог нас любит, то все доброе, что делает человек, не пропадает зря». Какие удивительные, утешающие слова. «Все доброе, что делает человек, не пропадает зря». «Поэтому тот, кто стремится к справедливому отношению людей, человек никчемный, совершенно недоразвитый». Конец цитаты. «Не надо искать и требовать любви и справедливости от других людей». Так и говорит. «Бог помнит все, и никакая добродетель не пропадает зря». Есть такая пословица, когда люди говорят, что вот, не делай добра, не получишь зла, и люди, чем больше делаешь добра, люди быстро забывают добро и долго помнят зло. Люди — да, но Бог не так. «Все доброе не пропадает зря», говорит Паисий Святогорец. «Все доброе записывается в книгах небесных. Все доброе отлагается там, когда мы придем на страшный суд, и оно не будет забыто, и оно не будет утеряно. Оно не сотрется с памяти. Его нельзя взять одной кнопкой, как это сделал этот несчастный человек на «Эксгетру», взять и стереть. Это не стирается. Это всегда остается. И у Бога это даже восстанавливать не надо, потому что Бог есть, и у Него все это есть. И, как говорит Паисий Святогорец, «Доброе дело не пропадает зря». Поэтому не надо требовать справедливости от людей. Надо жить по промыслу Божию и видеть во всем его руку то, что делает Иов многострадальный. Так он говорит. Возьмет ли кто, возобранит ему, кто скажет, что ты делаешь. Все, что Бог делает, он знает, что он делает. И вот у Паисия Святогорца в этой книге, если будет возможность, почитайте ее «Духовная борьба о справедливости и несправедливости». Он там рассказывает одну историю, я не буду зачистывать, перескажу, как она есть. Однажды, когда известно, что Паисий Святогорец служил в армии, и когда ему была дана награда Александра Македонского за определенные заслуги в боевых действиях, то в этот момент, когда приехал генерал награждать, его не было. Паисия Святогорца. В этот момент не было. Его отправили в другое место. И когда генерал приехал, были боевые действия, нужно было быстро наградить, ее в другие части, еще награждать. Он выкрикнул фамилию Паисия Святогорца, но вышел другой человек, сделал два шага. И он его наградил, поискнул медаль. Все другие смотрели, думали, что это такое, это же несправедливо. Он ее не заслужил. Но никто ничего не сказал, потому что, если кто-то из строя что-то сказал, за такое дело могли посадить в тюрьму. То есть человек вышел, тебя не звали, и ты получаешь награду за другого. И тогда этот человек прятался от своих военнослужащих, от своих товарищей, думал, что его могут побить. А когда вернулся к Паисии, то он долго от него тоже бегал, но потом подошел к Паисии и сказал, знаешь, я сделал то-то, то-то, я вышел за тебя, получил награду. И тогда Паисий Святогорец ему ответил, ну и правильно, говорит, сделал. Она мне, в общем-то, зачем она мне? Вот его слова. Ну и правильно сделал, что взял этот орден, ответил ему я. Что бы я с ним делал? Так он к этому отнесся. И смотрите, ну теперь я хотел бы дальше зачитать. Потом он надевал этот орден на парады, а сорок лет спустя сюда, во монастырь, приехал командующий первой армии из того самого места, откуда был этот человек, который вызвался и получил орден за него, из Фессалии, и привез мне награду, орден Александра Македонского. Увидев его, я не мог сдержать улыбку. Сорок лет спустя и меня поразило то, что маршал приехал именно из Фессалии, с родины того солдата, который получил тогда награду мою. Видите, как бывает. Смотрите, как он заключает. Если мы стремимся к тому, чтобы с нами поступали по справедливости, то в конечном итоге теряем и то, к чему стремимся здесь. И то, что Христос готовит нам в жизни вечной за то, что мы претерпели несправедливость. То есть, из-за никчемных вещей мы теряем самое главное — вечное. Ведь так или иначе все земное никчемно. Зачем оно нам нужно? Конец стат. Удивительные слова этого святого, настолько просты и доходчивы, и то, что Иов прославляет Бога и говорит, кто прикажет Богу и кто скажет ему, делай то или то. И далее мы с вами читаем, тем более, как сказано уже в 13 стихе, Бог не отвратил гневу своего, пред Ним падут поборники гордыни, тем более могу ли я отвечать Ему и прикословить себе слова пред Ним, отвечать Ему и переискивать слова себе пред Ним, хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я возвал, Он ответил мне, я не поверил бы, это голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями, если действует силою, то он могуществен, если судом он сведет меня с ним, если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня, если я невинен, то он признает меня виновен, невинен я, не хочу знать души моей, презирая жизнь мою, все одно, поэтому я сказал, что он губит непорочного и невинного, то есть все в руке Божьей, его в промысле, все, что с точки зрения человеческой справедливости, что он губит непорочного и невинного, с точки зрения Божьего, это не так. Поэтому здесь начинается как бы уже с 23, 24, 25, 26 стихи, и по 35 стих это молитва Иова. Он говорит, «То трепещу всех страданий моих, зная, что ты объявишь меня невинным, если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь, хотя бы я омылся свежесть водой и совершенно очистил руки свои, то и тогда бы ты погрузишь меня в грязь и возгнушаешься моей одеждой, ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обеих нас». То есть здесь идет такая молитва, обращение Иова к Богу. Он бы как говорит в этих словах, начиная с 13 стиха, он говорит о том, как это толкует свидетель Григорий Великий, «деяния Творца всегда должны быть почитаемы без осуждения». Григорий Великий так говорит на слова Иова, что он видит в этих словах, что «деяния Творца всегда должны быть почитаемы без осуждения, потому что они никак не могут быть несправедливыми». И смотрите, как говорит, «ведь искать основания для тайного совета его ничто иное, как гордо противиться его совету». Так что, когда причина деяния не может быть понята и прояснена, следует со смирением молчать при его деяниях. Никогда недостаточно будет чувств плоти, чтобы проникнуть в тайны величия Бога». Конец цитаты. Григорий Великий, пожалуйста. Или еще можно найти такое эзотическое толкование на слова «тем более могу ли я отвечать ему и прикословить себе слова пред ним?» Да, могу ли, тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Это очень важный текст. «Приискивать слова пред ним». Пишет один экзегет. Следующий один древний экзегет. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Это другой будет перевод. «Это словно бы он говорил, если предстоит мне возрасти до притворения дел праведных, то восстану к жизни не по заслугам, а от всепрощающей милости. Итак, нам должно опираться на молитву, когда творим праведность, так чтобы вся праведность наша, праведность нашей жизни укращалась смирением». Тут можно много сказать. Ну, если несколько слов о молитве и молитве Иова. Действительно, здесь Иов — обрадец для каждого человека. В страданиях он взывает к Богу с молитвой. И, как бы, говорит здесь, что во всем и во всех своих деяниях он надеется только на Бога. И дальше, 10 глава, будет продолжение этой молитвы. «Не дает мне перевести духа моего, то есть я преисполнен бедами, так пишет святитель Леон Златоуст, толкует эти слова, пресытил меня гористями, потому что он силен крепостью. Итак, кто суду его воспротивится?» И вот святитель Леон Златоуст отвечает и толкует так. «Он хочет сказать не то, что он просто силен крепостью, но что способен делать то, что пожелает». Вот, в общем-то, то и тот главный смысл и главное содержание 9 главы, которое мы с вами рассмотрели сегодня. и его 9 главу, ее можно назвать, в полном смысле этого слова, как глава о справедливости и промысле Божьем.